Добрый день! Сегодня я готовлю суп с домашней лапшой и хотела поделиться с вами рецептом именно тесто именно рецептом домашней лапши так как я готовлю суп мне надо немного лапши для этого я взяла 1 яйцо и 100 грамм муки если вы готовите гарнир увеличьте себе порцию 2-3 раза смотря на сколько человек вы рассчитываете тесто готовить очень легко очень просто что для этого надо? мука, в расчете 100 грамм муки на 1 яйцо и соль вот я уже приготовила муку просеяла выливаю сюда яйцо немножко посолить все это перемешать сразу перемешивать ложкой потом придется вымесить тесто руками тесто должно быть не мягкое, а твердое тогда оно раскатается в тонкий пласт вот и лапша будет тонкая в зависимости от того какой ширины вы ее порежете а сама толщина будет тоненькая вот так вот соедините яйцо с мукой теперь все это можно замесить руками тесто уже собирается в комочек если яйцо у вас маленькое значит придется добавить немножко воды но лучше конечно замесить лапшу на одних яйцах и желательно взять яйца домашние тогда тесто будет желтенькое красивое ну вот смотрите у меня вся мука вошла 100 грамм муки на одно крупное яйцо тесто получилось твердое но на лапшу так и надо чтобы тесто было твердое тогда лапша будет тоненько раскатываться теперь чтобы его легче можно было раскатать ему надо полежать хотя бы полчаса накрывайте его пищевой пленкой чтобы оно не засыхало пусть оно полежит тогда оно легче раскатается так тесто у нас уже полежало теперь его нужно раскатать чем туже тесто тем меньше нужно будет муки на подпыл значит тем чище будет бульон чем меньше муки теперь его нужно раскатать тонкий слой где-то миллиметр чем тоньше тем лучше потом ее нарезать сейчас продаются приспособления для раскатывания и нарезки домашней лапши но у меня его нет и я как-то даже и не задумывалась его купить все это можно сделать вручную это не занимает много времени вот так что если у вас тоже нет этого приспособления ничего страшного вот в принципе порш уже раскатан видите муки муки у меня нет почти не почти а вообще уже нет ни на столе ни на тесте смотрите какой толщины раскатано тесто тоненько так теперь мне лапша нужна для супа значит мне она нужна покороче я ее нарезаю таким способом вот так вот сложить если у вас тесто получилось мягче оно слипается значит просыпать нужно мукой вот здесь вот посыпать муки сложить чтобы оно не слипалось и нарезать нарезать уже шириной какой вам больше нравится если нравится широкая лапша значит нарезайте так если тоньше нарезайте тоненько вот такая лапша пойдет на суп коротенькая чтобы ее удобно было кушать если вы готовите гарнир значит просыпаете здесь мукой если у вас тесто помягче и заворачиваете я тоже немножко возьму вот так вот и заворачиваете в рулетик тоже начинаете с краешку нарезаете тоже шириной какой вам больше нравится и у вас получится длинная лапша для гарнира варить ее нужно в подсоленной воде видите она не слипается эта лапша конечно намного вкуснее чем купленная чтобы там не было написано на яйцах или на твердых сортах никакая лапша не заменит домашнюю здесь вы уже точно знаете что она у вас на яйце ничего лишнего ни красителей ничего тут не добавлено спокойно можно кормить деток кушаться так что выбирайте какую нарезку вам надо если для первых блюд значит покороче если для гарнира подлиннее если же вы боитесь не угадать с мукой так как мука всегда разная идет и яйцо по размеру разное значит возьмите грамм 80 на яйцо потом лучше добавить муки вот все пользуйтесь рецептом готовьте кушайте приятного аппетита я хочу вам еще показать один способ нарезки более быстро но я думаю для семьи там не будет не будет принципиально сохранить форму лапши именно правильную а вот так вот нарезать сложить в рулетик как я показывала свернуть тесто в рулетик и нарезать вот так вот ее с краешку до середины это получается и быстро и лапша для супа не длинная ну вот видите так что выбирайте себе способ нарезки но мне так удобнее и так быстрее и тоненько и смотрите здесь минимум муки вообще ее можно сказать уже и не видно так что для супа это вообще будет очень хорошо бульон будет прозрачный без такой знаете навар в бульоне будет только от корочки а не от лапши от муки попробуйте вот так вот ну я считаю тоже очень хорошо подписывайтесь на канал если вам нравятся рецепты ставьте лайки оставляйте комментарии всем пока спасибо